Это история о том, каким странным может быть правосудие, когда есть подозреваемый. Прокурор знает, что он виновен. Адвокат знает, что он виновен. Судья и присяжные знают, что он виновен. И даже он сам, открыто, в глаза всем, заявляет об этом. Друзья, перед началом самой истории хочу сказать, что спонсором сегодняшнего ролика является Raid Shadow Legends. Игра, навсегда изменившая облик гейминга. Игра обладает разнообразнейшим геймплеем, позволяющим сражаться с рейдовыми боссами, проходить подземелья, сражаться в сюжетных кампаниях. И что самое интересное, лично для меня, сражаться на PvP аренах с другими игроками. Многие из вас знают, что я люблю фэнтези. Поэтому в качестве своего первого чемпиона, я, не думая ни секунды, выбрал Галика. Классического орка, орудующего двумя топорами. Но количество чемпионов тут настолько огромно, что мне хочется получить многих из них в свою коллекцию. Например, посмотрите, как шикарно выглядит Грогор. Мне кажется, когда я его получу, он будет просто выжигать поле боя. Ну и самое главное, в этом месяце рейд выпускает безумное количество нового контента. Игра пополняется 11 новыми чемпионами, огромным количеством новых миссий, в награду за успешное прохождение которых можно получить эксклюзивного легендарного чемпиона. А также в игре добавляются 5 новых сложных уровней почти для каждого подземелья. Поэтому именно сейчас самое лучшее время, чтобы начать играть. Так что приглашаю всех переходить по ссылке в описании и помочь мне набрать 300 инсталлов, для того чтобы отблагодарить создателей рейд за вклад в развитие канала. 36-летняя Брэнда Шефер проживала со своими родителями в городе Сент-Мэтьюс, штат Кентукки. К моменту, когда произошла эта история, Брэнда работала в роддоме медсестрой, имела за плечами неудачный брак. Она не имела детей и очень много своего свободного времени она уделяла уходу за своей больной матерью. 24 сентября 1988 года в 15.00 она покинула дом своих родителей и отправилась на встречу со своим парнем. Она сказала родителям, что вернется домой не позднее полуночи. Однако, когда наступила ночь, а Брэнды все еще не было, обеспокоенные родители позвонили ее парню, Мелвину Игнатову. Тот с не меньшим удивлением сказал, что Брэнда уехала от него несколько часов назад и уже должна быть дома. Осознав, что с женщиной явно что-то случилось, Мелвин сразу после разговора с родителями Брэнды обратился в полицию. Буквально сразу, в первые часы поисков, была найдена брошенная машина пропавшей. Колеса автомобиля были спущены, стекла разбиты, а также из машины было украдено радио. Машина находилась всего в 800 километрах от дома Брэнды. И этот факт, и состояние автомобиля не добавляли оптимизма родным Брэнды. Самосмотр машины полицейскими также оставлял вопрос пропажи девушки открытым. В брошенной машине не было найдено ни крови, ни отпечатков пальцев, ни каких-либо других вещей, которые бы могли помочь в поисках Брэнды. Но тем не менее, практически сразу у полицейских появился подозреваемый. Сестра Брэнды, Линда, рассказала полицейским об отношениях Брэнды с Игнатовым. Они познакомились два года назад. Поначалу Брэнда была под большим впечатлением от Игнатова. Но чем больше она его узнавала, тем больше жалела, что у них завязались отношения. Игнатов постоянно контролировал девушку, был вспыльчивым. Также во время секса он любил причинять боль девушке, и это также отталкивало Брэнду. На вопрос сестры, почему Брэнда не расстанется с ним, та отвечала, что это не так просто, и Линда подозревала, что Брэнда боится Игнатова. Однако именно в день пропажи девушки, Брэнда как раз собиралась прервать свои отношения с Игнатовым. Кроме того, Игнатов был последним, кто видел Брэнду живой, поэтому неудивительно, что он стал подозреваемым номер один в пропаже девушки. Разговор с его бывшей женой также подтвердил всё то, что говорила Линда, сестра Брэнды. В отношениях с девушками он был агрессивным и вспыльчивым, и его бывшая жена также опасалась Игнатова. Но каких-либо реальных физических улик, связывающих Игнатова с пропажей Брэнды Шефер, на руках у полицейских не было, и дело очень быстро зашло в тупик. Десять месяцев спустя у полицейских по-прежнему не было никаких зацепок в этом деле. Но детектив, расследующий это дело, был уверен, что Игнатов так или иначе причастен к пропаже Брэнды. Об этом говорили все вокруг. Игнатов же продолжал это отрицать, и детектив решил сыграть на этом, предложив Игнатову, чтобы очистить своё доброе имя, дать показания перед гран-жюри. В некоторых случаях для обоснования или целесообразности предъявления кому-либо обвинений, в США собирается группа присяжных, которая называется гран-жюри. Она не выносит обвинительных приговоров, а просто определяет, могут ли человеку быть предъявлены обвинения в чём-либо. В ходе своего выступления перед гран-жюри, Игнатов вскользь упомянул женщину по имени Мэри Энн Шор. Согласно его словам, они с Мэри Шор стали встречаться спустя два месяца после пропажи Брэнды Шефер. И с этого момента у полицейских появилась новая зацепка – женщина по имени Мэри Энн Шор. В ходе допроса Мэри Шор отрицала свою причастность к пропаже Брэнды Шефер, но при этом она была очень нервной и периодически путалась в показаниях. К удивлению полицейских, она согласилась пройти тест на полиграфе. Возможно, она просто не знала, что имеет право отказаться. Она провалила тест. Офицер, производивший допрос, сказал ей, «Послушай, Мэри Энн, я знаю, что ты лжёшь. Брэнда Шефер была красивой, доброй женщиной. Несмотря на то, что она считается пропавшей, я уверен, что она мертва. Ты знаешь, кто сделал это, и если ты не поможешь нам, он сделает то же самое и с тобой». В ответ на это, Мэри Энн Шор перестала отвечать на дальнейшие вопросы детектива и молча покинула полицейский участок. Но уже на следующий день в деле произошёл переломный момент. На следующий день после того, как Мэри Энн Шор молча покинула полицейский участок, она сама в сопровождении своего адвоката пришла к детективу, ведущему дело о пропаже Брэнды Шефер. Мэри рассказала всё, что произошло в день пропажи Брэнды. Во время отношений Игнатова с пропавшей Брэндой Шефер, он уже изменял той с Мэри Энн. Игнатов подозревал, что Брэнда хочет расстаться с ним, но он был настолько самовлюблённым, что не мог оказаться в роли брошенного мужчины. Поэтому он решил убить Брэнду, и Мэри Энн стала его помощницей в этом преступлении. В течение нескольких недель они с Игнатовым прорабатывали план того, как они убьют Брэнду. Но просто убийства Игнатову было мало. Он настоял на том, чтобы перед убийством они пытали Брэнду. Они решили, что лучшим местом для пыток и убийства будет дом Мэри Энн Шор. Они даже провели некоторые тесты в доме. В частности, они проверили, будут ли слышны с улицы громкие женские крики. В день пропажи Брэнда приехала домой к Игнатову, чтобы отдать ему помолвочное кольцо. В ответ на что тот направил на неё пистолет, связал и заткнул рот кляпом. Он дождался, пока стемнеет, после чего отнёс её в свою машину и отвёз в дом Мэри Энн Шор. Там он привязал Брэнду к стеклянному кофейному столику, на котором пытал и насиловал связанную девушку. Мэри Шор фиксировала каждое издевательство Игнатова на фото. Это продолжалось порядка 10 часов, и в конце концов, со слов Мэри Шор, Игнатов убил Брэнду с помощью хлороформа. Конечно, просто слов Мэри Энн Шор было недостаточно. Полицейские попросили её показать те фото, на которых запечатлены пытки Брэнды. Но Мэри сказала, что Игнатов забрал их. Тогда полицейские надели на Мэри Энн прослушивающее устройство, чтобы она при встрече с Игнатовым завела с ним разговор об убийстве Брэнды. И чтобы этот разговор можно было представить в суде. Спустя пару часов Мэри встретилась с Игнатовым в парке и в течение 30 минут пыталась вывести разговор в русло убийства Брэнды. Она делала всё это в обмен на сделку со следствием, согласно которой ей обещали вместо обвинений в убийстве предъявить обвинение лишь в сокрытии улик. В результате всего этого Мэлвин Игнатов был арестован 10 января 1991 года. В этот же день было выкопано тело Брэнды Шефер. Оно находилось там, где указала Мэри Энн Шор, в лесу, за её домом. В ходе повторного обыска в доме Игнатова была найдена дубинка, которой он избивал Брэнду. А также фотоаппарат, на который Игнатов заставил Мэри Энн снимать все его издевательства. Однако, несмотря на то, что полицейский психолог был уверен, что Игнатов сохранил те фотографии, в ходе обыска они не были найдены. Но и без этого прокурор считал, что в этом деле нет абсолютно никаких сомнений. Спустя более чем три года после смерти Брэнды Шефер начались слушания по её делу. За этот трёхлетний промежуток умерла мать Брэнды. Она не вынесла потери дочери, к которой была так привязана и скончалась через полгода после её пропажи. На скамье подсудимых находился Мэлвин Игнатов. В суде была представлена плёнка его разговора с Мэри Энн Шор, а также была допрошена сама Мэри Энн. Спустя шесть часов совещаний присяжные вынесли своё решение. Да, присяжные решили, что Мэлвин Игнатов не виновен в убийстве Брэнды Шефер. Аргументами в эту пользу были следующие вещи. Во-первых, не было никаких физических доказательств его вины. Ни отпечатков пальцев, ни спермы, ни крови, ни других следов ДНК. Что неудивительно, ведь более чем за два года они просто разложились вместе с телом под землёй. Во-вторых, аудиозапись разговора Мэри Энн с Игнатовым оказалась не лучшего качества. Некоторые ключевые детали разговора были слышны недостаточно чётко, и многие из присяжных были не уверены, что Игнатов говорил о закопанном теле Брэнды Шефер. Ну и в-третьих, Мэри Энн Шор не вызвала у присяжных доверия. На суд она пришла в очень короткой юбке, вела себя развязно и в процессе своих показаний периодически хихикала. Всё это привело к тому, что Мэлвин Игнатов вышел из здания суда свободным человеком. Судья, председательствующий на слушаниях по делу Брэнды Шефер, был поражён вердиктом присяжных. Настолько, что даже написал личное письмо отцу Брэнды, в котором негодовал по поводу вынесенного вердикта. Письмо заканчивалось словами «Неважно, в этом мире или в другом, наступит день, когда справедливость восторжествует». Сам отец Брэнды скончался от сердечного приступа через несколько месяцев после освобождения Игнатова. Однако всё то, что было сказано до этого, не самое поражающее в этой истории. В октябре 1992 года в доме, где проживал Игнатов в момент пропажи Брэнды, производили замену ковров. И под одним из старых ковров рабочие нашли пакет с ювелирными украшениями и фотоплёнкой. Рабочие обратились в полицию, и те выяснили, что украшения принадлежали Брэнде Шефер. Что же касается фотоплёнки, то на ней было более сотни фрагментов того, как Игнатов насиловал, пытал и издевался над Брэндой перед её смертью. Как и говорила Мэри Энн Шор, на большинстве из этих фото Брэнда была привязана к стеклянному кофейному столику. Игнатов снова был арестован, и на этот раз, прямо стоя перед судьёй, он признался, что насиловал, пытал и убил Брэнду Шефер. Затем он повернулся к семье Брэнды и с улыбкой сказал, что она умерла спокойно. Это кажется невероятным, но несмотря на найденные фото и признание самого Игнатова, он никогда не был осуждён за убийство Брэнды Шефер. Да, это никак не укладывается в голове, но всё дело в том, что пятая поправка Конституции США запрещает кому бы то ни было дважды подвергаться судебному преследованию за одно и то же преступление. И так как ранее Игнатов был оправдан по делу об убийстве Брэнды, даже несмотря на теперь найденные фото, которые стопроцентно доказывали его вину, он не мог быть привлечён к ответственности по этому делу повторно. Он открыто в суде говорил и судье, и родным погибшей, что он убил Брэнду, зная, что теперь он не понесёт никакого наказания за это. Единственное, за что он был осуждён, это за дачу ложных показаний во время своего первого судебного заседания, за что он в итоге провёл в тюрьме 16 лет. Мелвин Игнатов был освобождён из тюрьмы в декабре 2006 года. Он снова вернулся в Луисвилль и поселился в доме всего в 4 километрах от того места, где он убил Брэнду Сью Шефер. Конечно, это кажется полным абсурдом, но он так никогда и не был наказан за убийство Брэнды. Но в этой истории есть ещё один интересный момент. Через два года после освобождения, 1 сентября 2008 года, Игнатов был найден мёртвым в своём доме. Он погиб после того, как случайно упал на стеклянный кофейный столик, аналогичный тому, к которому была привязана Брэнда Шефер в момент своей смерти. Зная всё это, как тут не вспомнить слова судьи? Не важно, в этом мире или в другом, наступит день, когда справедливость восторжествует.